Доброго всем дня, дорогие наши радиослушатели! Каждый день жизнь стремительно меняется, и не успел я сделать свой последний прогноз об Украине, как вы, наши дорогие слушатели, опять задаете новые вопросы. Так как вопросов очень много, я более детально решил рассмотреть новый свой прогноз с учетом астрологических домов, которые используются в мундальной астрологии. Ну что, давайте посмотрим и попытаемся разобраться, что будет дальше. При учете стремительного изменения климата и тех торговых войн, в которые будет вовлечена Украина, ей предстоит пройти нелегкий путь. Образ современной украинской нации на сегодняшний день выглядит так. На Украине может начаться самое настоящее вымирание городов, на фоне витка нового экономического кризиса. Есть вероятность непредвиденных наводнений. Эмиграция людей продолжается, как и все, что связано с личными сбережениями людей. Желая быть супердержавой, Украина прежде всего должна иметь свой золотой запас. Продажность всех ветвей власти и правосудия в том числе, лишь только может свидетельствовать, что духовность нации падает день за днем. Национальное наследие страны и общественные ценности, как и вопросы экономического роста и снабжения государства, можно подчеркнуть следующее. Но, во-первых, все торговые войны, в которые вовлечена Украина, так или иначе больно скажутся на инвестициях в страну, и кризис нехватки средств на покрытие своих первоочередных нужд в стране продолжится. Народ сам увидит созданные им руины прошлой своей жизни. Много тайн и секретов будут иметь место в сфере национальной безопасности, и именно это может угрожать миру на Украине. Проблемы транспорта не за горами. Украина будет вовлечена в торговлю оружием, и в стране все чаще и чаще будет траур. Торговля и коммуникации с соседними и другими странами, а также вопросы образования и языка могут получить такое развитие. Самобытная жизнь украинского народа при стремительном его обнищании не может стать критерием единства страны, где власть денег и перенаселение крупных городов может стать самой настоящей эпидемией, основанной на пустых обещаниях о несуществующей военной мощи Украины. Есть вероятность взрывов на заводах и фабриках, а также разных по своей значимости мелких и крупных террористических актов. Идеология страны и оппозиционные силы на фоне вопросов земледелия могут выглядеть так. Страшная война, которая имеет место быть, рушит весь созданный миф о финансовой стабильности Украины, но о недоверии банкам и рост цен, то есть инфляция в стране, не есть нечто иное, как сухая статистика всех последних итогов развития страны. Вероятность коммунального коллапса возрастает. Развитие искусства в нужном идеологическом направлении не прибавит веры у людей, если основы этой самой веры у людей каждый новый день иссякают. Есть вероятность катастроф на море. Высшее общество и тот уровень удовольствий, которым они могут пользоваться, управляя национальной экономикой с учетом спекуляций, может иметь вот такое продолжение. Геополитический дележ мира, в который попала Украина, выглядит как нечто сверхъестественное в природе. Среда жизни в стране станет грязной и при таком развитии совсем непригодной для жизни. Теракты в городах и подмена фактов истории станет частью информационной войны, которая явно не будет способствовать сохранению мира. Контроль деторождения, авиакатастрофы и ресурсы моря могут стать частью новых проблем для Украины. Жизнь обычного люда на фоне вопросов здравоохранения и армии, и социальной защиты может иметь вот такое развитие. Погодные аномалии, в том числе и заморозки, могут стать нормой, и тогда угроза голода может стать вполне очевидной. Засуха или неурожай, как, впрочем, и последствия войны, при измененном сознании людей, вряд ли сможет повлиять на базовые семейные ценности украинцев. Безработица и новый вид мирового фашизма могут нести в себе огромное количество напрасных жертв среди мирного населения страны. Роль Украины как партнера с другими странами на уровне соглашений и разного вида альянсов, с учетом своего образа внешнего врага, может выглядеть так. Но, во-первых, ущерб Украины никто не способен до конца подсчитать. И это делает ее финансово нестабильной при всем своем патриотизме и желании иметь некий свой и вполне уникальный стремительный экономический прорыв в будущем. Энергетические вопросы, как и вопросы сельского хозяйства, предстоит решать самим. Опасность моря, крушение поездов, как и пожары зданий, все будет приравнено к диверсиям со стороны врагов. Вопросы финансово-кредитных отношений с другими странами, а также вся стратегия обновления нации с учетом духовного возрождения и вопросов смертности могут стать таковыми. Революционный бунт, который имел место, и та самая смена власти, как, впрочем, и политики Украины, есть нечто иное, как диктатура новой избранной власти на фоне стремительного роста наркозависимых людей. Зависимость Украины и изоляционные санкции на фоне убийства неугодных, в том числе и политиков, запустят механизм беженцев из страны и приведет страну в хаос, то есть к большому политическому скандалу и, соответственно, расколу в обществе. Законность страны, общественный порядок, религия, мораль в обществе, транспортные вопросы и все конфликты, связанные с этой темой, будут иметь вот такое продолжение. Народ Украины будет ждать помощи со стороны и верить в некое чудо, которое должно упасть на их головы свыше. Национализм и лицемерие политиков поставят Украину перед выбором. Коррупция и продажность власти станет неотъемлемой частью той скверной реальности, где развитие страны находится под большим вопросом из-за четко расставленных финансовых ловушек другими заинтересованными странами. Украина будет вовлечена в испытания новых видов вооружения. Правительство страны и высшая каста, которая также правит, желая поддерживать национальный престиж в мире за счет неких своих идеалов, культивируемых в обществе, может привести вот к такому сценарию развития событий. Желая осваивать новые территории, путем захвата этих самых территорий, деньги из страны будут стремительно эмигрировать, и это будет частью хитрой политики тех, кто у власти. Развитие новых отраслей в экономике, рост благосостояния, как и рост рождаемости, при угрозе огромной тоталитарной войны, ведет к финансовым войнам и полной девальвации денег в стране. Институты власти и надежды нации на будущее выглядят так. Страна желает развивать туризм и при этом полностью защищать свои интересы. Крушение цивилизации государства Украины начнется с потери крыши над головой многих жителей самой Украины. Терроризм и двойные стандарты страны приведут к митингам протеста. Двухсторонние договоренности неизбежны. В будущем есть вероятность землетрясений и лесных пожаров. Все места уединения людей, которые могут сплотить народ, направив его против существующего порядка в обществе, с учетом мистики современного понимания страны, может привести вот к этому. Желая давать отпор врагам, Украина должна понимать, что эти перспективы призрачны. Сопротивление властям усилится и погромы, как, впрочем, и преступления, все чаще будут на повестке дня современной Украины. Рост цен на услуги, алкогольная зависимость и всплеск преступности отодвинут вопросы заботы о детях и перспективы хорошего урожая на второй план. Тема атомной энергии станет предельно опасной для Украины из-за преступников, которым все равно, что будет с данной страной. Как видите, не столь утешительный прогноз. Дай бог, чтобы это не случилось и уж точно не сбылось. Я как астролог и толкователь символов Таро постарался внятно предоставить ту информацию, которую смог увидеть в раскладе на картах Таро. Ну а на прощание я желаю всем успехов, мира и процветания. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok